Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гея, мы сегодня у нас новое видео на проекте Machine Holy Play. В этом видео я расскажу плюсы личного грузовика, поэтому обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал, кто не подписан. Давайте постараемся до лета набрать 16 тысяч подписчиков, если мы это сделаем, я буду вам очень благодарен и обязательно сделаю конкурс, поэтому пацаны, подписывайтесь на канал. Также хотел бы напомнить, что у меня есть свой промокод, пишите вместе капсом Кирилл Гейм, на пятом уровне вы получите 50 тысяч, на десятом уровне вы получите 100 тысяч, то есть в общей сумме вы получите 150 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Мазин Холиплей. Ну что ж пацаны, я думаю вы ждали этого видео, на самом деле почему не было видосов по Мазину, почему они не так часто выходят, потому что во первых у меня нету идей пацаны, потому что я каждый день захожу, беру фуру и катаю рейсы просто, вот и все. У меня кстати уже получается 32 скилл дальнобойщика, если что, вот 32 уровень, как бы, и я поэтому решил записать видео про дальнобойщики, грубо говоря, а именно про личную фуру, какие плюсы в личной фуре, потому что я на этой фуре уже наездил, получается почти 4000 километров и мне есть что рассказать. Итак, у меня на этой фуре стоит гидравлика, поэтому багажник я не смогу открыть через нумпад, но просто мы можем прописать команду Trun и здесь мы можем спокойно открыть багажник. Один из плюсов розовика это личный багажник, то есть на арендованной фуре, либо на фуре компании, багажником вы воспользоваться не сможете, а здесь вы спокойно можете положить все что угодно, ну, что здесь есть в принципе. Пишем в т-меню и здесь смотрите, я могу положить 5 наборов инструментов, что у меня и лежит, 5 аптечек и 5 канистр, то есть вы знаете всегда, что у вас есть в багажнике, получается, ремки, канистры, вы знаете, что вы точно доедете. Но аптечки это так, на всякий случай, если вы будете долго работать, не хавать, чтобы вы не умерли, в принципе, я думаю, это понятно. Также, помимо работы на дальнобойщиках, вы можете спокойно работать на рыбалке, потому что в эту фуру влазит 2000 килограмм рыбы, это довольно-таки неплохо. На самом деле я за то, чтобы увеличили место для ремок, потому что это все-таки фура, могли бы сделать там 15 ремок, чтобы можно было положить, 15 канистр можно было положить, 15 аптечек, я считаю, это было бы не лишним. В чем еще плюсы пацаны личного грузовика, вот, читаем. Вы можете поставить на грузовик свои номера, тюнинг и отличаться от других дальнобойщиков. За контракт вы не платите процент, а платить придется лишь за прицеп. При этом вы можете работать и на компанию, выплачивая ей комиссию за контракт и участвуя в соревнованиях за лучшую компанию. Вот такие вот плюсы пацаны личного грузовика еще есть. Как бы, пацаны, если что, этот грузовик, это у нас получается Вольво. Пока что его не переименовали, поэтому это КАМАЗ, пацаны, вот, КАМАЗ написано, в принципе. ГОСК у него, если что, 20 миллионов. Я его купил за 10 миллионов, ну, когда я его покупал за 10 миллионов, это было еще, ну, еще не было, во-первых, бета модпака. Во-вторых, ГОСКа была у него 0, это просто ГОСКу исправили и сделали 20 миллионов. Я его купил за 10 миллионов у подписчика. Не сказать, что я наебал подписчика, потому что я не знал, что ГОСКу поменяют, но я считаю, что за 10 миллионов это довольно-таки неплохо. Также я на него поставил тюнинг за 500 тысяч, скорее всего тюнинг сейчас намного дороже на него стоит, но тогда чип стоил 250 тысяч, а сейчас наверное он стоит где-то 5 миллионов. Накатал я на этой фуре, пацаны, почти 3000 километров, это довольно-таки неплохо. Итак, пока мы едем, давайте я расскажу еще плюсы о личном грузовике. Плюсы то, что если вы его заправили, вы будете точно знать, что бензин никуда не пропадет и он останется в фуре. То есть, если даже вас крашнет, то бензин у вас никуда не пропадет. А если вы работаете, допустим, на компанию, либо на аренде, то если вы работаете на аренде, то, конечно же, бензин пропадет и деньги вам никто не вернет, потому что у вас, допустим, крашнуло. Также с машиной компания. Если у вас, допустим, крашнуло, то вашу фуру могут спокойно занять, либо там не сохранится бензин, поэтому в этом, я считаю, у личного грузовика большой плюс. Также большой плюс в том, что если у вас, допустим, крашнуло, вы спокойно заходите дома, берете фуру, едете работать. А если вы, допустим, в компании, либо арендованный, то вы заходите, едете на базу, арендовываете, либо заходите, спавнитесь на базе компании, и не факт, что грузовик свободен. Также большой плюс в том, что, да, вы можете поставить тюнинг на свой грузовик, но об этом я уже говорил, как бы вот диски вы можете поставить, но это в случае с Вольво. Вообще, на, получается, Магнум можно винил вообще поставить. Как бы, я не знаю, у меня получается самый плохой грузовик, это Вольво. Типа, есть Вольво, есть Канья и есть Ренош. Самого топа это Рено Магнум, потому что едет 135 километров, в принципе, но на него еще нужно купить чип. Если вы купите стоковый Магнум, то вам придется дать потом 11 миллионов, чтобы поставить чип, потому что чип на Магнум стоит В100 11 миллионов. Как бы, сколько сейчас на Вольво стоит чип, я, честно говоря, не знаю, но я думаю, намного дешевле. Также есть Канья. Канью тоже нельзя винил поставить, как и на Вольво, в принципе. Канья просто едет на 10 километров быстрее, чем Вольво с чипом. Вольво, получается, едет 78 километров, а Канья едет с чипом, по-моему, 88 километров, поэтому, по сути, разница небольшая. Я не вижу смысла переплачивать, тем более мне, на самом деле, Вольво очень нравится. Вот, поднимая гидравлику, допустим, вот, просто можем спокойно с рузом проехать, получается, лежачие полицейские. Также это касается шлагбаума. Просто, допустим, вы едете, и прямо перед вашим носом закрывается на мосту шлагбаум. Вы просто поднимаете гидравлику, и спокойно вы проезжаете, и успеваете проехать до конца, чтобы заехать в южный. И я считаю, что это тоже большой плюс. Давайте, все-таки, пока еду рейс, расскажу вам вообще, где взять грузовик, потому что, возможно, кто-то впервые смотрит подобное видео, и не знает вообще, что на Амазинке можно иметь личный грузовик. Да, это мой личный грузовик, я его купил, повторюсь, у подписчика за 10 миллионов, но на тот момент госка у него была ноль, поэтому, как бы, я не знал, сколько он стоит, поэтому я подписчику предложил 10 миллионов, он согласился, и я купил у него грузовик. Сейчас вот такой вот грузовик, я видел, продавали за 25 миллионов, это именно Вольво продавали. Scania продавали за 33 миллиона, а Renault Magnum продавали за, по-моему, 48-55 миллионов. Поэтому вот такие вот цены. Где вообще его взять, этот грузовик? Его можно выбить либо в рулетке, то есть на официальном сайте Амазин Хрюлеплей, там есть рулетка, и вы там можете выбить, получается, грузовик. Но это не точно, пацаны, везет не каждому, поэтому я вам не могу гарантировать, что вы выиграете грузовик. Как бы, я никого донатить и крутить рулетку не призываю. Второй способ, это купить просто грузовик у кого-то с рук. Цены у них абсолютно разные. Я не знаю, на первом серваке вот такие вот цены, 25 миллионов за Вольво, 22 миллиона примерно. На счет Scania там 30-40 миллионов, на счет Magnum 50-60 миллионов, вот такие вот цены. Если вы там играете, допустим, на втором, на третьем, на четвертом, на пятом, на шестом, на седьмом сервере, у вас цены могут быть совсем другие. Пацаны, еще хотел сказать такое, если у вас стоит выбор между, получается, Вольво и Scania, если вам пофиг на внешний вид, то лучше берите дешевле, это Вольво. Потому что Scania будет дороже, там, на 5-10 миллионов примерно. Разница, да, там, 10 километров у них по скорости, но если вам все равно на внешний вид, то я, на самом деле, на вашем месте бы не переплачивал. Если вам нравится Вольво внешне, то можете брать Вольво. Если вам больше нравится Scania внешне, то берите Scania, в принципе. Это, как бы, ваше дело, но я вам советую не переплачивать, потому что эти 10 километров, как бы, переплачивая за них, там, 5 миллионов, либо 10 миллионов, оно того не стоит. Если вам просто внешне очень нравится Scania, тогда можете покупать. Так, пацаны, я приехал в порт, у меня сейчас стукнуло ровно 4 тысячи пробега, и у меня минус целка, получается. Сейчас вам покажу, сколько я уже убил целки на этом грузовике, в принципе. Давайте, 93 AD, 79 целка, пацаны, уже, чтобы вы понимали. Я на нем просто очень часто езжу, пацаны, вот, у меня он в полном тюнинге, абсолютно. У меня стоит улучшение двигателя, сигнализация, антирадар, все, у меня стоит, вот, ГОСКа 20 миллионов, получается, владельский футбуль. Также у меня на нем стоит, пацаны, красивые номера, вот, ОВВ, 3 восьмерочки на нем стоят, но, к сожалению, пока что они не отображаются на самой машине, в этой рамке. Но надеюсь, что в полной версии модпака это будет возможно. Вот, представим такую ситуацию, вы взяли, перевернулись, вы просто пишите парк, если у вас есть дом, и, получается, выходите из машины. Потом пишите, получается, кар, выбираете другую машину, и выбираете, допустим, свой грузовик. Я надеюсь, что он нормально заспавнился, потому что бывает такое, что он ненормально спавнился. Нет, он ненормально заспавнился, пацаны. Да, возможно, хотя он сейчас заспавнился, пацаны, смотрите, просто, просто сейчас чекайте, он сейчас должен нормально заспавниться, я так думаю. Я на это надеюсь, на самом деле, и он появился, непонятно где, на самом деле. А где он появился, алё, он возле дома появился? Нет, вроде, я в этом не вижу. Нет, его там нету. А где он делся, мне интересно. Он, по идее, должен был заспавниться. Ну да, пацаны, бывают и такие траблы, но на самом деле, если вы там, допустим, перевернулись, вы можете просто прописать парк, потом обратно взять свой грузовик, он появится возле вас, и поехать дальше работать. Я не знаю, почему у меня не получилось, но эта моделька, пацаны, просто такая баганая, в принципе, надеюсь, в новом модпаке это исправят. На самом деле, вы видели, эта моделька такая баганая, поэтому, я думаю, со скани, там, допустим, с треножкой такого не будет. Но всё равно, пацаны, как бы это плюс, то, что вы можете просто перепарковать свою машину, потом взять другую машину, заспамнить обратно свой грузовик и ехать дальше работать. Ну что ж, вроде бы я вам всё рассказал насчёт грузовика, какие у него плюсы, минусов я пока что на самом деле не нашёл. Как бы минус в этом грузовике, это, допустим, скорость, как бы, да, многие его не покупают из-за того, что, типа, он медленный. Но мне его хватает, пацаны, я на этом грузовике прокачал свой скилл от 16 до 32. За 5 дней, понимаете, у меня был 16 скилл, я купил этот грузовик, работал на нём и прокачался до 32 уровня, до 32 скилла за 5 дней, пацаны. Также на этом грузовике я заработал уже около 6 миллионов, именно на нём. Я считаю, это довольно-таки неплохо, и я почти его купил. Буквально поработать ещё недельку, я полностью отобью деньги, за сколько я его купил, поэтому я считаю, это очень круто. Покупать вам личный грузовик, пацаны, я на самом деле не знаю. Это дело ваше, если вам нравятся дальнобойщики, то можете, в принципе, покупать и работать. Меня, наверное, поймёт только тот, у кого есть личный грузовик. Но я постарался вам как-то передать это, как владеть личным грузовиком там и так далее. Надеюсь, вы меня, в принципе, поняли. Всем спасибо за просмотр, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мой промокодик есть в описании, вводите его обязательно на любом сервере. Всё, пацаны, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok